Практическая психология Вообще попробуем всё рассказать нашим слушателям о этом явлении, но начнём с того, что же такое манипуляции и кто такой манипулятор? Да, конечно, прежде чем разговаривать на эту тему, нужно понять, что такое манипуляция. Манипуляция, если говорить более научным языком, то это определённая стратегия социального поведения с целью скрытого воздействия на адресата манипуляции для изменения его поведения, для изменения его мыслей. Хотелось бы подчеркнуть здесь именно акцент взят на слове «скрытое». То есть, как правило, адресат не догадывается, что им манипулирует, что он совершает какие-либо действия, которые в угоду манипулируемому человеку. Ну вот, например, очень часто я, например, замечала такое, женщины там, да, ой, слушай, ты знаешь, я совсем не разбираюсь в технике, помоги мне, пожалуйста. Ну такая манипуляция, вроде бы как выучена такая беспомощность, да, она адресована с таким вот, с каким-то определённым даже, может быть, где-то кокетством, может быть, какой-то такой вот показываю, я такая слабая женщина, не мог бы ты мне или не могла бы ты мне там сейчас в этом помочь. В итоге, какого результата мы добиваемся, чтобы кто-то сделал за нас, да, какую-то определённую работу? Это ведь тоже один из видов социальных манипуляций. Да, это, конечно, один из видов манипуляций, но сразу бы хотелось отметить то, что не всегда манипуляция – это что-то негативное. То есть, например, вот в этом случае, когда вы сказали, что женщина говорит, я не разбираюсь в технике, мог ли бы ты мне помочь. И если это мужчина, конечно, он чувствует, что он нужен, что он важен, да, и как раз воздействует тут на определённую мишень. Адресата. Адресата, да. Если же женщина говорит, это коллеги по работе, то, соответственно, здесь уже можно говорить о каком-либо использовании ресурсов другого человека в угоду манипулятора. Да, вообще с манипуляциями мы сталкиваемся, мне кажется, ежедневно, да? Мы ежедневно сталкиваемся и в личной жизни, и в профессиональной деятельности, в средствах массовой информации, да, то есть манипуляция окружает нас везде. Я думаю, что в рамках данной программы мы как раз с вами обговорим, как же не попасться на удочку манипуляторов. Манипуляторов. Но что скрывать, мы и сами бываем манипуляторами, да? Конечно. То есть, в принципе, человек в такой роли сам много-много раз в жизни может быть, да, и выгодно использовать эти ситуации. И иногда оказаться жертвой манипуляции. То есть нет вот такого, мы не можем, я, например, про себя не могу сказать, что я не манипулировала, да? И в семейной жизни такое бывает, и с детьми такое бывает, и мы можем тоже поотслеживать, да, вот эти процессы. Да, да, да. Но самое главное, нужно понимать то, что есть манипуляция ситуативная, да, исходя из какой-либо ситуации, и по-другому просто нельзя. Например, если ребенок очень, ну, маленький ребенок очень медленно одевается, и ты хочешь ускорить его процесс, да, то ты начинаешь говорить, что, ну, быстрее, а то сейчас вот там все сладости там в магазине закончатся, да, и вот для него это вед, ну, как бы, да, такая важная очень часть, что он собирался там пойти за какими-то там пирожными, да, и он, я с помощью вот этой манипуляции взяла и ускорила его процесс одевания. Да, а если это постоянно, то есть вот сегодня одевайся побыстрее, потому что завтра кушай кашу быстрее, потому что послезавтра и так далее, то таким образом мы уже воспитываем, формируем манипуляторов в дальнейшем. И самое главное, на что бы я хотела обратить внимание, единожды попробовать, попробовав сманипулировав человеком и получив положительный результат, манипулятор пытается повторить это неоднократно. Да, это такая уже система. Это уже система, да, но в процессе люди, которыми манипулируют, чувствуют дискомфорт, и они пытаются ограничить, сократить общение с манипулятором, и в итоге вокруг человека, так назовём, да, повторимся, манипулятора, образуются как выжженное поле, то есть в итоге он остаётся практически один. Один. Да, такие истории в жизни бывали. Оля, а вот давайте попробуем разобраться, манипуляторами рождаются, то есть где мы с вами впервые сталкиваемся с этим явлением, или же человек, уже будучи взрослый, понимая выгоду, да, говорит, о, мне эта позиция очень удобная, я, пожалуй, начну. Конечно, в большей части влияет воспитание. Конечно же, склонны к манипулятивному поведению, в первую очередь люди подозрительные. То есть с определёнными такими акцентуациями характера. С определёнными акцентуациями и неразвитой способностью к эмпатии, к альтруизму, да, вот, к помощи, к взаимодействию с людьми, открытому взаимодействию. И здесь ещё накладывается, конечно же, воспитание. Добавлю к примеру, который мы проводили уже с ребёнком, да, если, допустим, малыш в магазине у мамы просит, купи мне машинку, мама говорит нет. И он начинает плакать. Ну, я думаю, что каждый видел даже такую ситуацию, картинку, да. И мама идёт у него на поводу, да, и покупает. Хотя до этого сказала нет. Хотя до этого сказала нет. И в дальнейшем ребёнок понимает, ага, сработала эта система. А в следующий раз истерика будет, ну, истерика будет. Уже будет ребёнок лежать на полу, кричать, и, соответственно, мама опять покупает ему то, что он хочет. Растёт манипулятор определённый тип воспитания. То есть манипулятором он не родился? Нет. В итоге получается, что мы, да, конечно, определённые акцентуации были, да, предрасположенность к этому. Но всё-таки сделать манипулятором помогаем мы, родители. Да, 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 конечно. И как раз родители воздействуют на определённые мишени ребёнка, да, например, будь как все. Угу. Да. Нужно быть хорошим. Вот. И таким образом сразу же хотелось бы сказать то, что здесь мы можем сформировать не только манипулятора, а личность, которая склонна быть манипулируемым. Угу. Тоже сторона такая очень приятная, правда? Да, да, да. Соответственно, к процессу воспитания нужно подходить, да, достаточно серьёзно. Угу. Вот хочу прямо зачитать, да, родители часто становятся манипуляторами, навязывая даже повзрослевшим детям своё мнение, диктуя свою волю, контролируя их поступки и даже вмешиваясь в личную жизнь. Вот выросли вот эти дети, да, а родители всё равно думают, так, ну я-то своего ребёнка точно знаю, я уже его досконально изучил, да вообще я его воспитал, уж я-то смогу управлять даже взрослым этим ребёнком, да. И мы с вами порой, вот я, например, на консультации встречаю вот такие семейные пары, которые говорят, что никак не могут простроить границы вот с этими родителями, которые постоянно лезут, постоянно рассказывают о том, как нужно жить, как правильно воспитывать уже там родившихся внуков, да. Да, и всячески используют такие своего рода уловки, да, и уже взрослые дети оказываются вот в этой ловушке родителей манипуляторов. Да, и не могут выбраться из неё. Да, да, и такая трагедия, в принципе, бывает в семье, потому что семья, получается, не живёт своей собственной жизнью по своим собственным правилам. Да, да, и здесь как раз нужно и понимать, на что бьют родители в такой ситуации, потому что ведь не каждым человеком можно сманипулировать. Да, и если вы самостоятельно не можете в этом разобраться, конечно же, есть специалисты, психологи, которые в этом помогут. То есть сейчас, вот если кратко, чтобы было понимание, да, можно разобрать вообще определённую модель манипуляции. Как же происходит манипулирование... Этот процесс. Этот процесс, да, чтобы понимать, попали вы в него, на какую мишень бьют у вас и как из него выйти. Я бы хотела, да, так, пример привести с рыбалкой. Образ такой, да? Образ такой, да. Немножко проассоциировать. Значит, любая манипуляция, конечно же, начинается со сбора информации. Родителям в этом плане очень просто. Они знают своего ребёнка, вот, и, соответственно, как и рыбалка начинается, да, со сбора информации. Уже соответствующие условия, да, много рыбы. Да, где, при каких условиях. Да, да, и проходит определённый сбор. Затем непосредственно используется приманка, да, на рыбалке. Что это у нас? Хлеб, наверное, да? Червяки ещё что-то. Червячок, да. Мотыль. Значит, так интересно, две женщины рассуждают о рыбалке. Часто ли вы выходите на рыбалку? Ну, кстати, рыбалка, это не моё, но просто... Процесс понятен. Процесс понятен, да. Используется приманка непосредственно. А что будет в манипуляции приманкой? Ну, например, если в родительских отношениях, например, ну, что может быть приманкой? Ну, сладости. Да, да, да. Ты хочешь быстрее кодеться? Любопытство какое-то. Какой-то интерес. Интерес, да. Если, например, тебе интересно там сходить в зоопарк, то давай быстрее, быстрее делай вот эти вот уроки. Да, да, да. Да, и вот тогда мы с тобой в зоопарк вот это сходим. Да, вот, пожалуйста, приманка. Затем идут определённые фоновые факторы. То есть на рыбалке, я думаю, что там тишина должна быть, да, определённый фон для того, чтобы улов был достаточно такой хороший. И, например, в обычной жизни, если манипулятор, да, вот родители со взрослыми детьми, они выбирают время для разговора, да, когда ребёнок, например, расслаблен. Или кушает в это время. Накормлен, да, спокоен. Вот, пожалуйста, определённый фон. А затем идёт непосредственно воздействие на мишени. То есть у рыбки это чувство голода, да, то есть какая-то потребность. А, допустим, в детско-родительских отношениях или в любой манипуляции, в принципе, да, два взаимоотношения. Может быть интерес, может быть чувство вины, может быть повышенное чувство ответственности, может быть даже зависть, может быть определённые потребности, чувства, эмоции, как раз мишень. И затем уже непосредственно принуждение к активности, да, рыбка подплывает и попадается на крючок, да, и также адресат манипуляции попадает, он чувствует дискомфорт, что что-то идёт не так, не как бы он хотел, да. Когда, например, родители говорят взрослому ребёнку, там, тебе уже за 30, когда же будут внуки. Тоже вариант манипуляции. Эксплуатируется чувство вины, да? Все твои уже одноклассники давно и глубоко замужем, женаты, вот, когда же мы будем. И, соответственно, здесь воздействие идёт на мишень. Ну, во-первых, быть как все. На слабое вино, да. Да, быть как все и чувство вины, потому что как вот мы тоже хотим внуков, внуков, да, понянчить. Вот. Да. А вот смотрите, ещё интересные такие моменты. Очень часто бывает, что повзрослевший ребёнок, да, даже создав свою собственную семью и став уже взрослым, да, как он себя считает, и тоже родив уже детей, он, тем не менее, зная, что родители постоянно им манипулируют, не может вот эти простроить чёткие границы. Это тоже ведь потому, что вырос вот в этой семье манипуляторов, да, то есть нет вот тех сильных сторон, которые могли бы противостоять, да, манипуляторам? Нет, нет ресурса определённого. Опять же, как мы говорили, манипуляция начинается с самого детства. Когда, допустим, ребёнок ведёт себя как-то не так хотелось бы родителям, допустим, мама может говорить, ой, ты меня там до могилы доведёшь. Угу. Или ты меня разочаровал. Ты меня разочаровал. Или, допустим, ребёнок собирается куда-то, там уже подросток, и немножко задержался или не ответил на телефон, и идёт домой же, там, скорая, например, да, ну, я, конечно, утрирую, преувеличу, но... Ну, да, или мама начинает, или там отец начинает звонить и говорит, ну, да, там, там, сердце болит, да, где ты там, да, ещё что-то. И ребёнок взрослеет. Эта модель поведения вроде, конечно, сохраняется, ну, потому что она успешна. Угу. Да, потому что... Всегда приводит к результату. Да, всегда результат. Ожидаемому, желаемому. Да, всегда поведение ребёнка меняется, как необходимо родителям. И, соответственно, когда уже у такого человека своя семья, и ему звонит, допустим, мама говорит, там, едь быстрей, мне нужно, неважно, что у него запланировано выходной, да, там, допустим, и он срывается и едет. Угу. Вот здесь выход один, да, когда человек такой, ну, вообще, люди создают свою уже отдельную семью, надо в самом начале, зная, что ты из семьи великих манипуляторов, да, надо в самом начале расставить все точки над «и», да, и транслировать, вот опять такая прямая связь с этими родителями, что ваши правила остались в вашей семье, в моей семье теперь новые правила, да, и моя семья — это для меня сейчас в приоритете. Я уважаю вас, я вас люблю, помню и буду заботиться о вас, но моя семья — это мои правила, и вы не нарушаете мои границы. Конечно, это было бы очень хорошо и радостно, Надежда, если бы люди понимали ещё, что ими как раз-таки манипулируют. Когда человек начинает это понимать, соответственно, он уже может именять своё поведение, да, выстраивать свои границы, принимать себя таким, какой он есть, да, он может что-то не знать, он может вовремя не прийти на помощь, да, ну, вот в таких моментах каких-то бытовых, он может ошибиться, он может быть не таким, как все, да, в поведении в каких-то моментах. И нужно понимать, что это нормально. Ну, вот ключевой такой, ключевой признак того, что вас уже что-то не устраивает, да, вот это, как ты сказала, чувство дискомфорта. Да, да. Вот если чувствуете, что при общении с этим человеком вам некомфортно, что вы чаще всего оказываетесь в состоянии используемого, да, то это уже такой явный признак, маркер того, что вы в отношениях с манипуляциями. Конечно. И ещё, когда не только вам некомфортно становится, а ещё вы чувствуете, что эмоции у вас дисценируют. Например, эмоции, чувства, когда вы одновременно чувствуете и гордость, и злость. Допустим, когда руководитель говорит, ну вы же у нас один такой, золотой сотрудник, идеальный работник. Вы чувствуете гордость, да? Да, вроде себе такой. И тут же тебя... И тут же говорит, вы не могли бы поработать в выходной, и как так? Я только что был на вершине, и сейчас в роли рабочей лошади. Да, и тут одновременно и гордость, и у кого-то злость, да, ну почему опять я? Да. И если человек не соглашается с работой выходной, то, соответственно, он уже для самого себя не такой он идеальный сотрудник, не такой ответственный. И получается, что да, он соглашается. И сразу же вопрос, да, а как противостоять манипуляции? Вот давайте, кстати, проговорим этот момент, да. Мы с вами выяснили, что с манипуляциями мы сталкиваемся практически ежедневно во всех сферах жизни. Вот, кстати, про работу ещё хотелось потом, да, к противостоянию. Про работу. Если человек понимает, что им манипулируют, для него ведь это тоже точка выбора. То есть некоторые, даже чётко понимая это, как говорится, убирают всё своё чувство гордости и вообще все свои чувства и переживания по этому поводу далеко в шкафчик и закрывают на замочек, да, потому что на этой работе такие вообще условия взаимодействия в коллективе, и человек понимает, что он не всегда может, да, противостоять всему этому. Мы же сталкивались с вами с такими историями. Конечно, конечно. И также вот стоит пояснить то, что манипуляция не всегда может быть по схеме, да, по модели, которую мы сказали. Бывает сразу принуждение к действию. Как раз принуждением к действию являются определённые традиции. Да, то есть, например, человек попадает в какой-то коллектив, но тут у него тоже есть выбор, нужно понимать, что или ты соглашаешься, допустим, следовать этим правилам. И остаёшься здесь работать. Да, потому что, допустим, есть какие-то другие плюсы. Или человек уходит. Потому что он не может смириться со всем этим безобразием. Да, да, да. И, конечно же, очень хорошо, если человек понимает, что им манипулируют, и он сознательно делает выбор, поддаваться. Или нет. Или нет. Кстати, ещё таким принуждением к действию является обещание. О, да. Да, то есть, например, сосед сказал, вы поедете отдыхать летом, я у вас, допустим, кошечку возьму, помогу вам. А до отпуска ещё полгода. И он ждал обещание. Да. И он тянулся язык. Да, да, да. Ну, потом проходит время, он приходит с какой-то просьбой, а вы помогаете. Потом ещё обращается с какой-то просьбой, вы помогаете. Ну, потому что он же... В надежде, что кошечку вы оставите. Ну, потому что он же пообещал. Угу. Вот. И таким образом, играя в такую игру, вы уже сделали столько для своего соседа. Когда приходит время отпуска, он говорит, ой, а у нас так совпало, что я тоже еду. Угу. Да, такие истории в жизни тоже бывают. Ну, а теперь попробуем разобраться, как же противостоять манипуляторам. Есть ли какие-то правила, которые мы можем применять в своей жизни и использовать их? Конечно, правила есть. Самое главное правило – это понимать, что вы находитесь, что вы включились в этот процесс манипулирования. И, конечно же, с чего начинается манипуляция, любая манипуляция – это со сбора информации. Да, когда человек знает о другом какие-то моменты, можно даже, так сказать, слабые места. И, соответственно, если вы вступаете в коммуникацию, допустим, приходите на новую работу, в близких отношениях, конечно же, это крайне возможно. А если, допустим, вы попали в новую ситуацию, в новые отношения, в новое взаимодействие, то, конечно, минимизировать информацию. То есть не раскрываться прямо всем и каждому. Да, да, да. Затем, конечно же, понять, что вы находитесь… В безопасном, например, пространстве. Да. Или же понять, что вы находитесь среди людей, которые собирают о вас информацию. Которые склонны манипулировать и понять, на какое же чувство, эмоцию, на какую мишень манипулятор бьёт. И, соответственно, уже исходя из этого, выбирать стратегию противодействия. Она может быть активная, может быть пассивная, и, может быть, вы пойдёте в контрманипуляцию. То есть вами манипулируют, и вы можете в ответ… Тоже манипулировать. Тоже сманипулировать. Если поподробнее, то поговорить, если про пассивную стратегию, да, противодействие манипуляции, то она, конечно же, применима в тех случаях, когда вы находитесь в соцзависимом положении. Например, руководитель подчинённый, да, если брать такую распространённую ситуацию. И, соответственно, вы можете пассивно противостоять манипуляции. Руководитель говорит, ты такой замечательный сотрудник, не мог ли ты поработать в выходной? Только ты можешь с этим справиться. Как можно пассивно противодействовать манипуляции? Сказать, что нет, я не смогу. У меня есть уже планы на эти выходные. Да, но с манипулятором всё-таки можно немножко мягче обойти вот такой момент. Конечно, можно пассивно именно промолчать. Затем руководитель скажет ещё раз, ну вот, согласен ты, не согласен. И потом уже сказать, боюсь, у меня не получится. То есть вроде бы вы вот чётко не говорите, нет. Так очень обтекаемо. А так обтекаемо, боюсь. У меня не получается. То есть вот именно такой отказ опасений. Хорошо. А активная позиция? Активная позиция, она, конечно, применяется в более таких близких отношениях, когда человек открыто даёт понять, что он понимает, что им манипулирует. И вот как раз говорит, нет. Или, допустим, с какой целью ты так ведёшь себя? Для чего тебе необходимо то, что ты, допустим, просишь открыто, конкретно? То есть ты отследил, что это манипуляция, да? И человеку сообщаешь об этом, что я так полагаю, что ты хотел бы вот этого достичь, да? Заставив меня сделать определённые шаги. Да, или скажи конкретно, что ты хочешь. А не таким, да, не таким витиеватым способом, да? Какую цель ты преследуешь? Да, например, супруга говорит, вот что-то у меня шуба уже вышла из моды, да? Вот, и тогда супруг говорит, ну, что ты конкретно хочешь? И она говорит, очень мне нужна, к примеру, шуба или там зимняя какая-то одежда, да? Хорошо, понятно. Давайте мы с вами в завершении программы порекомендуем что-нибудь почитать нашим слушателям, может быть, что-то посмотреть? Да, конечно, почитать очень-очень много литературы на эту тему. Кстати, одной из причин повышения манипулируемого поведения во взаимоотношениях послужило то, что литературы на эту тему достаточно много. Люди читают и учатся манипулировать. Да, но я бы посоветовала всё-таки использовать эту литературу с целью именно обезопасить себя от манипуляций, а не для того, чтобы манипулировать другими. Потому что, как уже ранее говорилось, всё-таки вокруг манипулятора такое у нас пространство образуется выжженное. И люди от него отстраняются, поняв, что именно это манипулятор. А если, например, из нашей такой отечественной литературы, то Виктор Шейнов, в принципе, любые книги, там, «Психология манипулирования», да, или Роберта Челдини «Психология управления». Спасибо большое. Это была программа «Практическая психология». Сегодня у меня в гостях Ольга Гриценко, начальник психологической службы Кировского института повышения квалификации в Синроссии. Оля, спасибо большое. Тема очень интересная, увлекательная. Спасибо. Да, и за рекомендации тоже огромное спасибо. Всем любви, здоровья и счастья. Практическая психология